Несмотря на то, что на автосалон заявлялось порядка 40 участников, непосредственно машин здесь не так много. Но зато каждая из них является флагманской моделью. Именно на них делают ставку компании-производители. За ними – будущая автопрома. Красивые девушки, зажигательная музыка и суперкары. Автосалон во Владивостоке прошел в лучших традициях международных выставок. Вот «Шкода Кодиак». Это первый в линейке семейный авто. Он вместителен, сюда можно поставить третий ряд сидений с множеством функций безопасности. Круиз-контролем, системой экстренного торможения и другими комплектующими. Приморский рынок для «Шкоды» очень интересен. Не только приморский рынок, но и рынок всего Дальнего Востока. Почему? Потому что мы все знаем, что большое количество автомобилей у нас на рынке – это представители японского автопрома, в том числе и праворукие автомобили. Если берем во внимание в целом марку «Шкоду», то марка «Шкода» очень популярна на западных рынках. Это Москва, Московская область и так далее. Поэтому у Дальнего Востока очень большие перспективы. Цена вопроса от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Но это флагманская модель. Есть модели из Европы и попроще, которые с легкостью могут составить конкуренцию свежим японским машинам. Однако на автосалоне самые дорогие и самые лучшие, и даже не существующие в природе авто. Один из них – кроссовер Vizif от Subaru с традиционным для этой компании четырехцилиндровым двигателем, объемом 1,6 литра с турбиной и гибридной установкой. Subaru Vizif является направлением, вектором Subaru. То есть это и дизайнерское решение, куда стремятся, так сказать, все линейки, все модели. То есть некоторые элементы уже взяты с этого концепта. Кара, он существует с 2015 года. То есть, в принципе, достаточно старый концепт, на который равняется Subaru. То есть этот автомобиль не имеет движения, не может двигаться, но этот автомобиль будет иметь постоянный полный привод с электроприводом на заднюю ось, то есть чего еще нет у других автомобилей. По мнению участников выставки, будущее за автомобилями, работающими на новых источниках энергии – гибридными и беспилотными авто. В ходе круглых столов эксперты обсуждали перспективы электромобилизации региона и вопрос утилизации поддержанных машин. Мы хотим, чтобы наша выставка стала площадкой для коммуникации, для компаний из стран АТР. Чтобы это стало местом встречи представителей разных компаний, чтобы заключались контракты. И отрасль автомобильная не только на территории Приморского края, но и на всем российском рынке росла и просветала. Помимо автомобилей было представлено и много сопутствующих товаров – масла, комплектующие и запчасти. Особенный интерес у автомобилистов Владивостока вызвали тюнинг-ателье, которые наглядно показали, как превратить свой автомобиль в машину мечты, и представляли технические новинки отрасли. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.